Я вас всех приветствую. Мы продолжаем изучение послания к Ефесиным. И сегодня мы продолжим наше изучение 4 главы. Мы будем изучать 17 стиха. 4 глава, послание к Ефесиным, 17 стиха. Прежде чем мы с вами обратимся к библейскому тексту, позвольте напомнить о том, как послание к Ефесиным, оно вписывается в то, о чем вообще говорит вся Библия, все священное описание. Это будет очень интересно понять, как рассуждения Павла. Они вписываются в то, о чем говорит вся Библия. Если вы помните, конечно, помните, что Библия начинается с того, как Бог сотворил человека. Не так ли? И сотворил его для особой цели. То есть человек был сотворен Богом осуществлять владычество над всем творением. То есть Бог сотворил творение, мир окружающий, и потом человеком, которым должен был осуществлять владычество. Вы знаете, вот это вот владычество человека над творением, оно должно было особым образом раскрывать славу Бога в этом творении. То есть это был замысел Бога. А человек, как владыка творения, в своем владычестве должен был раскрывать славу Бога в этом творении. Но мы также читаем о том, что человек впал в грех. И таким образом, все творение, священное описание говорит нам, покорилось в суете. То есть из-за греха человека все творение, которое окружает нас, покорилось в суете. Или состояние несовершенства и тления. То есть все, оно тлеет, все идет к разрушению. И так, вместо того, чтобы достигнуть первоначальной цели, человек и все творение, они лишились славы Бога. Не об этом ли говорит нам послание к римлянам, что все согрешили и лишены славы Божьей. Поэтому священное описание открывает нам настоящее состояние творения следующими словами. Вот опять в послании к римлянам Павел говорит, что мы знаем, что все творение совокупно стенает и мучается до ныне. То есть это состояние мира, которое окружает нас с вами. Все творение совокупно стенает и мучается до ныне. И как Павел открывает, ожидая, когда же наступит откровение сынов Божьих. Это очень интересно. Интересно в том, что вот, допустим, когда писал апостол Павел, он писал, понимая, что настало новое особое время. Вот в истории творения, в истории человечества наступило, не только в истории человечества, в истории всего творения наступило новое особое время. Время, когда воскрес Христос, время, когда излился дар Святого Духа. И в действие, как Павел открывает нам в этом послании, вступил скрытый план Бога, тайный план Бога, как он говорит, что, открыв нам тайну своей воли, по своему благоволению, которое он прежде положил в нем, в устроении полноты времен, все небесное и земное соединить под главою Христом. То есть, благоволение Бога заключается в том, чтобы все небесное и земное соединить под владычество Иисуса Христа. То есть, это вот большая картина, это большой замысел, или великий замысел Бога, которому он ведет историю человечества. Все небесное и земное соединить под Иисусом Христом. Или, как в послании к Римфинам, Павел говорит, да будет Бог все во всем. То есть, это великий замысел Бога. Ну, вот, чем интересно послание к Ефесиным в этом смысле. В этом послании апостол Павел обращает внимание на три основных препятствия. Вот это великая цель. То есть, великая цель, великий замысел, да будет Бог все во всем, или соединить все под лговою Христом. У этого замысла есть три препятствия. И вот, именно в послании к Ефесиным Павел говорит об этих препятствиях. Силы тьмы, которые действуют, которые противятся. Дальше, когда он говорит о человеке, он говорит, что у человека состояние мертвое. Мертвое состояние человека. И затем еще апостол Павел говорит отчуждение человека. То есть, это препятствие вот на вот этом, вот этим великим замысле Бога. План и замысел Бога. Он начал осуществляться. И вот интересно, когда он дальше рассуждает, мы тоже вот с вами говорили уже, вот четвертая глава, особенно Павел говорит о церкви. И вот для апостола Павла церковь это особое место. Особое место, где по-особому заметно, как вот этот вот замысел Бога, он начинает осуществляться. Как все меняется именно с церкви. Потому что вот третья глава, десятый стих, посмотрите, пожалуйста, по странице, мне надо прилистывать, она как раз перед вами. Вот написано, что дабы ныне садилась известная через церковь начальством властям на небесах многоразличная премудрость Божия. То есть, церковь это место, это сфера, где является многоразличная премудрость Божия. Именно через жизнь церкви величественные качества Бога становятся видимы для этого мира. То есть, именно через жизнь церкви мир должен увидеть славу Бога. И вот четвертая глава, она как раз таки посвящена уже практической жизни церкви. Начало этой главы мы говорили о единстве и о стабильности церкви. То есть, апостол Павел говорил о единстве и о стабильности церкви. Перед нами следующие несколько стихов четвертой главы. Давайте мы их прочитаем с 17 стиха до 24 стиха. «Посему я говорю и заклинаю Господом, чтобы вы более не поступали, как поступают прочие народы, по суетности ума своего, будучи помрачены в разуме, отчуждены от жизни Божией по причине их невежества и ожесточения сердца их. Они, дойдя до бесчувствия, предались распутству так, что делают всякую нечистоту с ненасытимостью. Но вы не так познали Христа, потому что вы слышали о Нем и в Нем научились, так как истина в Иисусе, отложить прежний образ жизни ветхого человека, истливающего в обольстительных похотях, обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины». То есть это отрывок, который мы с вами попробуем сегодня изучить, посмотреть значение вот этих вот слов апостола Павла. Общий смысл этих стихов в следующем. Как глубоко Евангелие меняет жизнь христианской общины. Обратите внимание, Павел все-таки говорит об общине, о церкви. То есть мы, с одной стороны, можем говорить о жизни, личной жизни каждого христианина, но вот этот текст говорит о жизни церкви, о жизни общины. То есть как глубоко Евангелие меняет жизнь христианской общины. Вот интересно, вся последующая часть послания посвящена именно этому. И вот если обратить внимание на ключевое слово, второй части послания апостола Павла, это слово «поступать». Слово «поступать» или «жить». То есть теперь все внимание апостола Павла, оно сосредоточено на том, как живет церковь или как должна жить церковь. Об этом он очень много рассуждает. Наш отрывок с 17 до 24 стиха можно разделить на две части. Первая часть – это 17, 18, 19 стихи. И вторая часть – это с 19 до 24. Две темы. Первая тема – Павел говорит, помните, ну не помните, он говорит, кем мы были. А вторая тема – кто мы теперь. То есть очень просто, две части. Первая – кем мы были, с 17 до 19 стиха. С 19 до 24 – кто мы теперь. Так, первое – прошлое или кем мы были. Тех, кого Господь призвал в церковь. «Посему я говорю и заклинаю Господом, чтобы вы более не поступали, как поступают прочие народы по суетности ума своего, будучи помрачены в разуме, отчуждены от жизни Божьей по причине их невежества и ожесточения сердца их. Они, дойдя до бесчувствия, предались распутству так, что делают всякую нечистоту с ненасытимостью». Вот очень интересен язык Павла, очень глубокое чувство ответственности. Посмотрите, как он начинает, вот этот вот отрывок. «Я говорю и заклинаю Господом». То есть для него то, что он говорит, оно исполнено великим смыслом, великой ответственностью. То есть он понимает, что он это должен передать людям. И с другой стороны, вот «заклинаю Господом» – это говорит об ответственности людей, которые это слышат. то есть если вы это не услышите, если вы это неправильно поймете, не примете, Павел говорит, вы будете отвечать перед Богом. То есть настолько важны вот эти вот слова. «Заклинаю вас Господом» – это не только его ответственность, но и положение апостола. Павел – это представитель Христа и говорит от его имени. Давайте обратим внимание на следующее выражение. Павел – это описание языческого мира, суетность ума, слепота разума, ожесточение сердца, невежество, бесчувствие и ненасытимость. То есть вот этими вот словами Павел описывает жизнь языческого мира. Но это не только жизнь языческого мира, это состояние человека без Христа. Состояние человека без Христа – это суетность ума, слепота разума, ожесточение сердца, невежество, бесчувствие и ненасытимость. Или то, кем является человек по природе. Ну, можно представить себе врача, который пришел к пациенту, и он прикладывает свой стетоскоп к сердцу человека и говорит, послушайте, как бьется ваше сердце. Как бы говорит, вот ставит диагноз и говорит, посмотрите, как оно неправильно работает, как оно неправильно стучит. Это то, что делает апостол Павел. То есть он показывает, открывает состояние людей или языческого мира без Христа. Ну, первое, давайте обратим внимание на значение суетность ума. Поступают прочие народы, это 17 стих, по суетности ума своего. Суета – это вот то, что бесполезное. Что-то бесполезное, то, что не представляет истинной ценности. Вот Павел говорит о людях, о людях, которые живут без Бога, у которых невежество, жестокое сердце. Вот смотрите, все попытки человека понять смысл своего существования, они обречены. То есть пока нет Бога в сердце, человек не сможет понять смысл своего существования. Почему? Потому что нет Бога в разуме этого человека. А мышление человека не основано на божественном откровении. У человека нет перспективы вечности. Без Бога, без перспективы вечности строится жизнь общества. Суетность ума, то есть разум человека приносит только бесполезное и то, что не представляет никакой ценности. Это не говорит о том, что люди в мире, они не образованы. Может быть, совсем наоборот. А могут быть очень образованные люди. Как пример приведу одного человека. То есть суетность ума не говорит о том, что человек глупый. Может быть, совсем обратно. Допустим, сегодня самые образованные люди, физики, они говорят о следующем. Они вот говорят, предлагают, не то, что предлагают, даже как-то настаивают и говорят о том, что через сто лет человечество должно покинуть землю и должно начать обживать другие планеты. Это говорят очень образованные люди, обеспокоены, переживают и говорят, вот выход для человечества. То есть через сто лет уже нужно покинуть будет землю, обживать нужно будет новые планеты. Об этом говорят очень и очень образованные люди. Итак, суетность ума. Человек пытается понять смысл своего существования, к чему он приходит. Приходит к бесполезному и к тому, что не представляет никакой истинности. Знаете, вот когда мы читаем Священное Писание, складывается такое впечатление, что вот именно разум человека, положение человека занимает высшее место. Если говорить о человеке, вот как о человеке, дух, душа, тело, то есть все, что у нас с вами есть. Когда мы читаем Священное Писание, складывается впечатление, что именно разум занимает самое высшее положение. Разум – это место, где человек рассуждает. Именно разум руководит волей человека. Поэтому Павел говорит, что это ужасное состояние, когда в разуме суета, когда в разуме человека нет Бога. Итак, суетность ума – это состояние, при котором разум человека не достигает своей цели. То есть разум может достигнуть цели, но он не достигает этой цели, и поэтому человек не может принимать правильные решения, необходимые для жизни. Суетность ума – состояние, при котором разум не достигает своей цели. Человек не может принимать правильные решения, необходимые для жизни. А посмотрите, какой интересный и важный акцент на разум или на интеллект даже в жизни неверующего человека, в жизни нехристиан. Ну, иногда у нас с вами складывается впечатление, что человек думает неважно, важно, как он поступает. Вы знаете, вот по словам апостола на самом деле все совсем не так. В действительности люди действуют именно так, как они думают. Люди действуют именно так, как они думают. То есть причина, по которой человек постоянно путается, заключается в том, что в своем мышлении омрачены, то есть мрак в разуме человека, то есть ничего не понимает о Боге. То есть причина того, что происходит сегодня с человечеством, это вот именно суетность ума. Бога нет в разуме. Дальше, 18 стих, Павел говорит, отчуждены от жизни Божьей. Тоже очень интересное выражение. Ну, вот так, чтобы подойти к значению слова «жизнь», несколько значений этого слова. Ну, в трех смыслах можно посмотреть на значение слова «жизнь». Первое – есть жизнь, ну, которой обладают животные, или все живые организмы. Это способность двигаться, иметь какие-то инстинкты. Дальше есть жизнь человека, жизнь, которую имеет каждый человек. И третье – это сверхъестественная жизнь, которую получают только верующие. Возрождение верующего называется в высшей степени жизнью Бога. Отчужденный от жизни Бога. Так говорит апостол Павел. Возрождение верующего человека в высшей степени называется жизнью Бога. Потому что только после возрождения Бог действительно живет в нас. Потому что только после возрождения Бог действительно живет в нас. Итак, отчужденный от жизни Божьей. Вы можете себе представить, что до тех пор, пока человек не становится новым творением во Христе, он считается или он является обездоленным человеком без жизни Божьей. То есть человек живет сам в себе. И Павел говорит, какое жалкое это состояние. А что же может произвести жизнь, которая не является жизнью Бога? Не только то, что она быстро проходит, но в действительности то, что пока мы живем, наши души, не приближаясь к Богу, мертвые. Душа человека, которая не приближается к Богу, она мертвая. И прежде чем что-то хорошее начнет исходить из нас, мы должны быть обновлены благодатью Иисуса Христа. Это есть начало истинной жизни Бога в нас. Следующее интересное слово, это тоже 18 стих, невежество. Невежество в русском языке значение очень простое. Недостаток знаний. Невежество это недостаток знаний. Точно так, как знания о Боге для человека являются жизнью его души, братья и сестры, невежество, незнание о Боге, это смерть для души. Знание о Боге это жизнь для души, невежество это смерть для души. Обратите внимание, Павел говорит, это их невежество. То есть откуда это невежество? Это невежество самого человека. Вы знаете, Писание также показывает, что невежество или недостаток знаний о Боге в действительности является побочным или второстепенным злом в человеке. Вот в каком смысле? То есть есть источник невежества. Почему у человека недостаток знаний? Почему у человека нет знаний о Боге? Источник невежества это жестокое сердце. Ожесточение сердца. В каком смысле Писание говорит о ожесточении сердца человека? Вы знаете, Священное Писание, Библия говорит о том, что в действительности все люди, которые живут на земле, в глубине своей души они прекрасно знают и осознают, что Бог существует. Библия говорит о том, что нет такого человека, который не осознавал бы, что Бог существует. Потому что Бог оставил доказательства. Апостол Павел говорит, что невидимая его, вечная сила его, они видимы. Но вот в чем смысл жестокого сердца? Смысл жестокого сердца в том, что зная о том, что Бог существует, человек отвергает знание о Боге. Это обреченное состояние человечества после грехопадения. Человек не бежит к Богу, а убегает от Бога. Это то, что мы с вами наследуем от Адама. Это состояние, которое Бог не оправдывает. Интересно, что в основном сегодня, если говорить о людях, которые не верят в Бога, они свое неверие оправдывают интеллектуально. Ну вот в каком смысле? В том смысле, что, допустим, говорят, что, ну, вот мне кажется, нет доказательств существования Бога. Кто-то говорит, что недостаточно доказательств существования Бога. Для кого-то нет оснований доверять Библии. То есть еще есть какие-то причины. Но все это человек пытается оправдать интеллектуально. Вот апостол Павел открывает, что в действительности неверие – это состояние сердца человека. Это расположение сердца человека. То есть именно жестокое сердце дает направление мышления. Человек пытается отвергнуть то, что глубоко в себе понимает, существует. Человек пытается отвергнуть то, что глубоко в себе понимает, существует. Убегает от Бога. Вот так говорит нам священное описание. Человек подавляет, сдерживает знания о Боге. Интересно, братья и сестры, что апостол Павел об этом напоминает тем, кто вот только что был таким сам. То есть если он пишет послание к Ефесинам, до недавнего времени они сами были такими. Павел еще раз напоминает им, кем вы были. Для чего он напоминает это? Вы знаете, он напоминает это для того, чтобы, с одной стороны, мы имели терпение в обращении с людьми, которые не знают Бога. То есть теперь мы с вами по-особенному понимаем, может ли произойти обращение жестокого сердца человека до тех пор, пока Бог не коснется этого сердца. А кто может достигнуть в глубину сердца человека? Только работа Господа. То есть Павел говорит нам о том, чтобы у церкви было терпение, чтобы мы с вами понимали, что без Бога ничего мы не сможем сделать. Нет ничего, что мы могли сделать с Богом, без Бога, вот с людьми, у которых жестокое сердце. То есть для этого апостол Павел напоминает нам с вами об этом. Только Бог может проникнуть в глубину сердца человека и показать его вину. Поэтому это очень важно, молиться о людях, которые Бога не знают. Молиться о том, чтобы Бог действовал в их сердце. Итак, за повествованием о расположении сердца человека идет описание худшего из всех зол. Зло, которое влечет за собой греховное поведение человека. 19 стих. Они, дойдя до бесчувствия, предались распутству так, что делают всякую нечистоту с ненасытимостью. Очень интересный стих. Опять так интересно вообще думать о самом Павле. Посмотрите-ка, он хорошо знает мир. Как хорошо он разбирается в том, что происходит в этом мире. Это очень интересно, я думаю, очень важно для нас с вами. Итак, если человек рушит понимание своего сердца о Боге, если человек заглушает уколы совести, каким будет результат? Павел говорит, что результатом будет беззаконие. Больше того, он говорит, что один порочный поступок будет порождать другой порочный поступок, что будет продолжаться в постоянной последовательности. Человек не может перестать угождать своим желанием. Больше того, человек теряет чувство стыда. Смотрите, вот это интересное слово, дойдя до бесчувствия, не испытывать боли или печали о грехах. Это состояние человечества. Это состояние человека. Есть один библейский текст, который тоже об этом хорошо говорит. Я думаю, вот у нас есть какая-то ошибка, братья и сестры. Иногда вот библейские тексты мы с вами недостаточно правильно помним. Скажите, пожалуйста, вы помните, говорит ли Библия о сожженной совести человека? Давайте внимательно посмотрим. Библия о сожженной совести не говорит. Первое послание к Тимофею, 4 глава, 1 стих. Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры, внимая духом и больстителем учениям бесовским, через лицемерие лжесловесников, сожженных в совести своей. Обратите внимание, не совесть сожженная, а человек сожженный. Совесть сожгла человека. Вот это бесчувствие, дойдя до бесчувствия, или совесть, которая уже сожгла человека. Просто, чтобы мы с вами знали, как-то не делали этих ошибок, Библия не говорит о сожженной совести. Люди, которых совесть сожгла, вот о чем говорит Священное Писание. Итак, отдали себя и предались такому образу жизни, которые искажают замысел Бога для человека. Распутство, нечистота и, больше того, ненасытимость. Это жадность, желание большего, чем нужно. Это страсть обладать этим, не обращая внимания на то, что правильно или неправильно, то есть ненасытимость. Но скажите, пожалуйста, смотря вокруг, можем ли мы сказать, что это картина каждого человека, который не знает Бога? Нет. Правильно говорите, нет. Почему же Павел говорит об этом? Братья и сестры, мы делаем очень интересный вывод. Из этого можно делать простой вывод. Бесконечная благость Бога сдерживает бесконечно порочное сердце человека. Если бы Бог не сдерживал, то мир очень скоро погрузился бы в страшную путаницу. Но потенциально каждый человек способен на самые крайние проявления зла. Открытая жажда зла, безудержная невоздержность проявляется не во всех. Но этого должно быть достаточно, чтобы пробудить тревогу в каждом человеке. То есть, когда сегодня говорят об ужасных преступлениях, об ужасных преступниках, это должно пробуждать тревогу в человеке, и что в действительности каждый из нас потенциально способен на самые крайние проявления зла. Итак, Павел напоминает нам с вами наше прошлое. Итак, кем мы были? Вот Павел говорит, были в языческом мире. Были именно такими. Следующее – это наше настоящее. Или кто мы теперь? 20-24 стихи. «Но вы не так познали Христа, потому что вы слышали о Нем и в Нем научились, так как истинно вы Иисусе. Отложить прежний образ жизни ветхого человека и сливающего в обольстительных похотях, обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины». Немножко другое, более уже такое положительное повествование после языческого мира. А вот здесь тоже интересно рассуждать. Вы знаете, Бог устроил так жизнь человечества, всего человечества. А вот что есть некоторые вещи, которые просто заставляют человека думать о Боге. То есть невозможно быть человеком и не подумать о Боге. Вот, допустим, очень простое. Неделя. Неделя, которая у нас сегодня состоит из семи дней с обязательным одним днем покоя. То есть семидневная продолжительность недели – это международный стандарт сегодня. А вы знаете, что в истории человечества были такие попытки поменять это устройство. Библейское устройство. Шесть дней Бог створил землю, а в седьмой день Он отдыхал. То есть неделя – это библейское устройство жизни человека. Вы знаете, в истории человечества были такие попытки поменять это устройство. Вот, допустим, великая, как ее называют, в Советском Союзе ее так называли, великая французская революция, конец 18-го столетия, когда люди пытались от человека удалить Бога, удалить Библию, они пытались переделать строй, устройство страны. И вместо семидневной недели была десятидневная неделя. То есть неделя, которая состояла из десяти дней. Десять дней, таким образом, в году было три недели, и в год было количество недель. Это продолжалось совсем немного, когда пришел Наполеон, это отменил. То есть люди пытались изменить порядок Божий. Если я не ошибаюсь, в Советском Союзе после революции было что-то похожее. Были недели пятидневные, пятидневки их называли. То есть год делился на недели по пять дней. То есть это тоже совсем не устоялось, долго не устоялось. Знаете, вот, что бы ни пытался сделать человек, вот как-то все это возвращается в русло, которое установлено Богом. Неделя, которая состоит из семи дней. Почему я об этом говорю? Есть еще одно, что неизменно указывает именно на Христа. То есть задумываясь, не задумываясь, человек часто об этом говорит, думает. Это тоже наш календарь. Вот мы с вами ведем счет лет очень интересным образом. У нас нет зафиксированной точки, которые прибавляются к годам. Не так ли? У нас с вами есть середина, с которой мы считаем время истории человечества, как вперед, так и назад. Мы говорим до рождения Христа и после рождения Христа. Не так ли? То есть история человечества, Христос, который делит человечество, историю человечества на одной части, до Него и после Него. Как бы ни хотел человек сегодня, невозможно обойти Христа. У нас в самом деле христианский календарь. То есть приблизительно мы знаем с вами год рождения Христа, и затем нумерация лет идет в разных направлениях, либо до Христа, либо после Христа. Но вы знаете, о чем говорит апостол Павел? Почему такая иллюстрация, такой пример. Иисус Христос – это великое разделение. Не только историю человечества, но и разделительная точка жизни всех, кого Он спас. Об этом говорит Павел. Христос – это разделительная точка жизни всех, кого Он спас. Посмотрите, как это заметно в нашем отрывке. Описав миф во мраке, отчуждении, суете, Павел теперь в буквальном смысле восклицает. Он говорит восторженно, но вы не так познали Христа. Вы не так познали Христа. Это очень простое и интересное введение апостола Павла, что дальше будет подробным описанием христианской жизни. Обратите внимание, с чего начинается начало христианской жизни. Это Христос. Братья и сестры, это очень интересно. Начало христианской жизни – это не то, что выходит из нас. Это Христос. Потому что из нас не может ничего выйти хорошего. Из порочного сердца человека не может выйти ничего доброго. Усилия, какие бы ни прилагал человек, они бесполезны. Поэтому христианская жизнь начинается с Христа. Павел говорит, вы не так познали Христа. Есть единственная, действительно преобразующая сила, которая когда-либо приходила в этот мир. Это личность и учение Господа Иисуса Христа. И единственные истинные и длительные изменения, которые когда-либо происходят в жизни человека, они приходят через веру в Него, через обучение, через Иисуса Христа. Итак, Иисус – это точка нового отсчета времени в жизни уже бесчисленного количества людей, которые называют себя христиане. А вот дальше вот этот отрывок, который мы с вами рассуждаем, можно назвать «Школа Христа». Почему «Школа Христа»? Опять язык Павла очень-очень интересен. Дело в том, что вот в 20-21 стихе есть три глагола. Каждый из этих глаголов имеет отношение к образованию. Смотрите, пожалуйста, 20-21 стихи. Познали, слышали, научились. То есть это школа, школа Иисуса Христа. Итак, первое выражение «Познали Христа». Немножко опять необычно. Обратите внимание, идея именно изучения человека. Не только вот его учения, да, а именно человека. То есть идея изучения именно человека. Значит, христианство – это больше, чем просто узнать о Христе. Христианство – это узнать Христа. Почему? Потому что изучая Христа, мы начинаем доверять Ему, мы начинаем Его любить. И поэтому христианину жить, как язычники, значит не знать Христа. Вот о чем говорит апостол Павел. Христианину жить, как язычник, значит не знать Христа. Второе выражение «Слышали о Нем». 21 стих. Тоже очень интересно. При изучении Писания, знаете, очень помогает сравнение переводов. Почему? Потому что язык оригинала очень богатый, и не всегда, допустим, одна группа переводчиков может как-то найти, увидеть то, что было заложено автором. Вот в русском языке написано «Слышали о Нем». Вы знаете, некоторые английские переводы, они как-то вот, не то что по-другому, немножко глубже говорят. Вы слышали Его. Вот 21 стих, если вы читаете в английском, звучит так. Потому что вы слышали Его. Вы слышали Христа. То есть сначала познали Христа, а теперь вы слышали Христа. Дело в том, что мы слышали, что говорит Христос. Вот что имеет этот апостол Павел? В этом послании не первый раз Павел утверждает, что Христос что-то говорит. 2 глава, 17 стих, говорит о том, что «Придя, Христос благовествовал мир вам, дальним и близким». Христос благовествовал мир вам, дальним и близким. То есть Павел уже говорил о том, что Христос говорил, а вы слышали. Конечно, это важная деталь служения проповеди. При правильном изложении Священного Писания. Через изложение Священного Писания Христос говорит с человеком. Именно Господь говорит с человеком. Иногда кажется, как-то вот, я думаю, неправильно опять, немножко даже печально слышать такое, когда утверждают, что проповедь – это монолог. Я не знаю, можете проследить себя, братья и сестры, вы рассуждаете, когда слушаете проповедь. Действительно ли это для вас монолог или диалог? Мне кажется, это диалог, когда человек разговаривает с Богом, слушая проповедь, слушая изложение Писания, человек разговаривает с Богом. Больше того, я думаю, неоднократно было в вашей жизни такое, когда вы читали Библию или слушали проповедь, вы хорошо понимали, осознали, что говорит не проповедник, а с вами разговаривает Христос. Вот об этом говорит апостол Павел. Вы слышали о нем. В послании Галатам Павел пишет, «О несмысленные Галаты, кто прельстил вас, не покоряться истине, вас, у которых пред глазами предначертан был Христос, как бы вас распятый». То есть, когда Павел проповедовал, вот настолько эта истина, вот Евангелие, оно касалось сердец людей, что вот они видели Христа распятым. Сегодня, братья и сестры, служение проповеди, наше изучение Библии, Христос разговаривает с нами. Третье выражение, вы в нем научились. Это тоже очень интересно. В нем научились. То есть, Христос – это атмосфера, в которой происходит учение. Ну, вот такая опять иллюстрация. К примеру, попадая в большой город, мы с вами ощущаем атмосферу большого города, не так ли? То есть, если вот что-то, вот то, что мы говорим, атмосфера большого города, или попадая в деревню, мы ощущаем атмосферу деревни. Интересно, смотрите, Павел говорит, Христос – это школа, Христос – это учитель, и Христос – это предмет обучения. То есть, куда ни посмотрите христианской жизни, христианской церкви, везде увидите Христа. По-другому быть не должно, по-другому быть не может. То есть, Христос должен стать средой, в которой происходит обучение, должен быть предметом обучения. И только тогда эту школу можно назвать христианской школой. Я думаю, это очень интересно. Почему же апостол Павел говорит нам о школе Христа? С вами обращали внимание состояния языческого мира, где он отмечает, что было невежество или незнание. Невежество в языческом мире. Порочность языческого мира главным образом вызвана невежеством или преднамеренным неведением о Боге. Интересно, что теперь о новой жизни христианина, о том, как меняется жизнь человека, Павел передает в параллельных терминах. То есть теперь у нас знание, недостаток знания о Боге, а теперь у нас знание о Боге, знание об Иисусе Христе. Мир не знает Бога, а христиане познали Бога. Светский разум враждебен учению Христа, но верующий радостно записывается в школу Христа. Он постоянно совершенствуется в этой школе. То есть в этом разница между языческим и христианским миром. Чему же мы с вами учимся в школе Христа? Павел тоже об этом говорит. 22, 23, 24 стихи. Отложить прежний образ жизни ветхого человека, сливающего в вольстительных похотях, обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу, в праведности и святости истины. Два мира, о котором говорит Священное Писание, или правильнее, наверное, сказать, что Библия имеет два основных способа описания всего человечества. То есть Бог признает человечество в двух категориях. Первая категория – это те, кто отделен от Христа, находятся за его пределами. Другая категория – это те, кто соединен со Христом. В этом послании, в 2 главе мы именно об этом читаем. Вы были без Христа, а теперь во Христе. То есть когда Бог смотрит на человечество, и Писание это открывает нам, Он видит людей в двух категориях. Без Христа, или, как еще в Священном Писании говорит, в Адаме, вторая категория – это людей, категория со Христом. То есть поэтому мы с вами видим образ жизни ветхого человека и нового человека. То есть почему, Павел говорит, ветхий человек – новый человек? Потому что Бог человечества видит в двух категориях. Союз с Адамом, те, которые в Адаме, и те, которые во Христе. Так вот, с Адамом мы соединены по рождению или по нашей природе, а со Христом мы не соединены по рождению или по природе. В союз со Христом мы вступаем по благодати или через веру. Очень интересно, почему Павел теперь говорит нам об этом? Оказывается, мы с вами чему учимся в школе Христа? Изучаемый отрывок говорит о том, что теперь нам нужно постоянно учиться жить в свете именно этой истины. То есть Павел говорит, что произошло с вами, были в Адаме, теперь во Христе. Ветхий человек – новый человек. И теперь Павел говорит, он говорит, обновиться духом ума вашего. Что это значит? Он говорит, учитесь жить в свете этой истины. Думайте об этом, рассуждайте об этом. Отложить, обновиться, облечься. Отложить прежний образ жизни ветхого человека. Итак, ветхий человек – это то, что нас связывает с Адамом. Природа, которая… Природа или деятельность человека до обращения ко Христу. То есть, когда мы были в Адаме, силы падшего мира держали нас. Во Христе мы больше не заключенные этого мира. Обновиться духом ума нашего. То есть, эти слова открывают нам то, что произошло изменение. Но это изменение в человеке происходит особенным образом. Потому что теперь в нас что-то появляется. Обновиться духом ума вашего. Теперь в человеке появляется дух святой, который, обратите внимание, точно так действует. Через разум человека. Обновиться духом ума вашего. Прикосновение божественное к нашему разуму. Божественное влияние и новая духовная природа, которая теперь контролирует работу нашего разума. Облечься в нового человека. В нас произошло сотворение нового человека. Опять в этом послании один из ключевых стихов, где Павел говорит, что Бог упразднил вражду плотью Своею. Христос упразднил вражду плотью Своею. И закон заповедей учением, чтобы из двух создать, сотворить в себе нового человека. То есть Христос творит нового человека. Братья и сестры, мы с вами часть нового творения. То есть когда-то мы были языческим миром, суетность ума. И вот потенциально мы с вами были расположены к самым крайним мерам зла. То теперь Павел говорит, вы часть нового творения. Дух Святой живет в вас. Бог изменил вас. Вы часть нового творения. И Павел говорит, учитесь жить в свете этой истины. Учитесь думать в свете этой истины. Думайте о себе так, как новые люди. Знаете, поделюсь с вами. Недавно я читал книгу. Это художественная литература. Восемнадцатый век. Лондон, Англия. Инспектор полиции попадает в аварию, после которой он теряет память. Очень интересная книга. Вы знаете, как иллюстрация очень полезная, мне кажется. Прошлое стерто. За исключением маленьких деталей. Вот автор описывает, как ему теперь, как он учился жить новым человеком. То есть прошлое он забыл. Его жизнь действительно была разделена на две части. Прошлое не помнит. А теперь ему нужно было учиться жить новым человеком. Его встречали люди, которых он не знает, но они его знают. И теперь из их разговоров он пытается узнать, каким он был человеком в прошлом. Вот мне кажется, очень хорошая иллюстрация возрождения человека. Братье-сестры, потерять память прошлого. Павел говорит, учитесь думать. Учитесь думать в свете того, что произошло с вами. Ну и последняя иллюстрация. Послание к Кримленам. Вы знаете, вот 16 глав в этом послании, нет ни одного повеления в первых шести главах. Ни одного повеления Павел не говорит христианам, что делать в течение первых шести глав. Самое первое повеление. Давайте посмотрим послание к Кримленам. Шестая глава, одиннадцатый стих. Так и вы. Похожий стих. Почитайте себя мертвыми для греха. Живыми же для Бога во Христе Иисусе Господе нашему. Он даже не говорит, умрите для греха. Потому что это невозможно. Павел говорит, считайте себя мертвыми для греха. То есть точно таким образом Павел говорит, научитесь думать о себе в свете того, что произошло с вами. Часть нового творения. Были водами, теперь во Христе. Дух Святой живет в вашем сердце. Божественное прикосновение к разуму. Теперь все по-новому в нас работает. Потерялась память старого мира. Мы теперь учимся жить новыми людьми. Вы знаете, братья и сестры, Я думаю, жизни не хватит научиться жить новым человеком. Жизни не хватит научиться думать в свете того, что произошло с вами. Новый человек создан по Богу. В праведности и святости истины. Вы знаете, вот опять, если говорить о призывах в христианстве, то есть для чего нужно призывать нас друг друга жить святой жизнью? Только ли ради нравственности? Только ли ради того, чтобы быть нравственным человеком? Только ли ради того, чтобы знать, что хорошо и что плохо, и делать хорошо? Библия говорит, нет. Цели намного выше. Вы знаете, вот цели в чем? Вот в чем смысл призвав жить святой жизнью? А цель в том, что когда-то Адам, он был образом Бога, был сотворен по образу Бога. Этот образ он утратил. А теперь Библия говорит, Бог работает в вас, новое творение, чтобы воссоздать образ Бога снова. То есть призыв к святости, братья и сестры, это великая цель, великий замысел Бога, которым ведет Бог нас с вами. Праведность и святость истины. То есть почему мы призываем друг друга жить свято? Не просто это морализм. Вы знаете, это намного больше. То есть цели намного выше. Почему жить свято? Почему не жить так, как живут язычники? Это потому что великий замысел Бога в том, чтобы у нас снова отобразилось то, что утратил Адам. Праведность и святость истины. То есть мы с вами заканчиваем на 24 стихе. Хорошо, кто мы были и кто мы с вами есть. Аминь.